Анимационная студия «Мельница» появилась в Петербурге 17 лет назад. Сегодня это самая популярная в России компания по производству мультиков. Сюжет найдется для каждого возраста, а началось все с карлика носа. История о том, как мальчик по имени Якоб доверился злой колдуньи, и та превратила его в уродца. Но у зрителей студия больше всего ассоциируется с русскими былинными героями, богатырями. Никогда прежде мы не сталкивались с угрозой столь сильной. Наши враги объединились, чтобы сокрушить нас. И теперь судьба Родины зависит от героев, что поклялись защищать ее. Вы только представьте, девочки, вот так каждый день. Такая скука. На производство одного полнометражного мультфильма уходит полтора года работы. На студии работает много режиссеров. Среди них Константин Бранзит, художественный руководитель «Мельница». Популярность режиссера принесла короткометражка «На краю земли», которую он снял в 1998 году. Мировую известность, работа, уборная история, любовная история, и мы не можем жить без космоса. Эти мультфильмы были номинированы на самую престижную мировую кинопремию «Оскар». Персонаж всегда создается, придумывается с общей фигуры. На нашем профессиональном анимационном языке это называется «Значок персонажа». Итак, как создавался Алеша Попович? Нарисовали мы с художниками вот такой вот значок. На ходу вот обрастает он деталями, тут у него руки пошли, да. Если вы понимаете, что в вашей истории какой-то из персонажей имеет возраст, он взрослый человек, и тем более большой человек, то тогда есть маленький секрет. Всегда у персонажей, которые большие, взрослые, будут маленькие головы. Потому что у взрослых людей всегда рисуется маленькая голова и большое тело. Сейчас студия работает над полнометражным 3D-мультфильмом «Урфин Джус и его деревянные солдаты». Он выйдет в декабре этого года. Работа над новым проектом ведется в строжайшем секрете. Нам показали лишь некоторые фрагменты будущей картины. Вот это да! В студии размещается на трех этажах. Они отличаются как по цвету, так и мультипликаторами. К примеру, на розовом этаже сидят романтики. Здесь появляются Лунтик и Барбоскины. Синий этаж строгих режиссеров, создателей Урфина Джуса. На зеленом располагается самая современная студия звукозаписей и шумовых эффектов. Именно здесь герои начинают говорить. Получается, что если вы захотите снять мультик, то вам надо научиться не только рисовать, но и знать несколько компьютерных программ. Так как большинство мультфильмов делается на компьютере. Конечно, компьютер убрал самую главную нашу боль. Вот эти вот краски. Краски, высыхания, целлоиды. Но он не убрал количества. Вот это так называемые обкатки персонажей. Есть еще азбука, как он произносит. Какой звук? Вот посмотрите. Каждая буква соответствует его положению рта. Звучит-то классно. Ой, мультики делать. Да кто же не хочет? Конечно, все хотят. А вот чтобы сидеть вот так вот, чтобы это доставляло удовольствие, это очень тяжело. И это вот реально только фанатики смогут. Дарина Шмидт – молодой режиссер, ученица Константина Бранзита. Зрителю до Арины известно по авторской короткометражке «Маленькая Василиса», полнометражному фильму «Иван Царевич и Серый Волк», а также по сериалам, которые выпускает «Мельница». Сразу могу сказать, разница между авторским и полнометражным заключается в том, что в авторском фильме, при том, что ты можешь авторский фильм, который длится 10 минут, делать целый год, и точно так же полный метр, который идет час с чем-то, тоже может делаться целый год. Но в авторском фильме ты сам себе хозяин, то есть никто не влияет на твою работу никак. То есть ты вот что ты хочешь, какой план хочешь, какую шутку хочешь, какой, скажем так, визуальный ряд. Представил себе, то есть ты так и делаешь. То есть если на авторском может быть задействован человек 5-10, то на полном метре человек 200. «Мельница», пожалуй, самая открытая студия в России. Сюда может попасть любой желающий и смотреть, как создаются мультики. Нашим корреспондентам даже разрешили разукрасить платочек о платье Любавы, подружке Алеши Поповича. Сейчас на студии снимается новый сезон сериалов «Лунтик» и «Барбоскин». Нам приоткрыли тайну, что новый сезон «Барбоскин» посвящен жизни на даче.